Доброе утро, дорогие друзья, мастера и мастерицы. Сейчас 7 утра, воскресенье. Я приехал на работу, чтобы продолжить наш с вами мастер-класс. А так как шуметь в это время, в общем-то, не рекомендуется нигде, ни в России, ни в Германии, поэтому мы пока с вами займемся тихой работой, то есть расчетами. Мне надо вот здесь сделать три окошка на равных расстояниях. Ну, конечно, можно было что-то вспомнить из курса физики, из школы, там, я не помню. Давайте воспользуемся старым дедовским способом. Мы просто окружим сейчас нашу баночку, отметим. Посмотрим, сколько у нас. У нас 20, 23 сантиметра. Допустим, мы себе делаем, к примеру, окошечко размером в 4 сантиметра. У нас окошко 3. 4х3, а лучше 4,5, наверное. Да, 4,5 будет лучше. 4,5 сантиметра. У нас их 3 штуки. 5 и 13,5. Значит, 13,5. Общая длина у нас 23. 23 минус 13,5. Получится 5,9. 9,5. Делим на 3. Почему на 3? Потому что у нас 3 еще будет расстояние между ними. 3 сантиметра, я думаю. Получится, ну, где-то 3,1. Давайте сделаем, попробуем. 3,1. 4,5. Опять 3,1. Опять 4,5. Опять 4,5. И еще раз. 3,1. И остается немножко больше. Значит, ну, 3,2. У нас тут, мы все-таки не ракету строим. Поэтому, если что-то будет немножко на пару миллиметров. То есть, вот у нас и получилось. Окошечки. Вот такие где-то окошечки на одинаковом расстоянии будут. А здесь мы уже установим наши лампочки. Так. Ну, вот и рассчитали. Как только рассветет, я сделаю здесь дырочки. И прорежу, по этим дырочкам прорежу уже окошки. А пока я хочу вам показать, как я сделал вот такое нынче украшение. Я подумал, почему бы не использовать вот этот. Сейчас покажу. Вот этот шаблон, который у меня есть в наборе. Как бы жалко, что я использую только круглые. И вот этот набор, я подумал так, что если я выдавлю такую полоску, её запеку для полной твёрдости. И потом нарежу из неё вот таких треугольничков. И получится довольно-таки солидная такая большая шестерня. Что нормальным образом сделать очень сложно. Вопрос заключался в том, как ровно отрезать. Потому что если это на глазок резать, не получится. Если долго мерить, это будет слишком, конечно, долго. Поэтому мне пришла одна идея в голову. Я сейчас вам покажу. Довольно-таки давно ещё я изготовил себе для резки кожи вот такую гильотинку из подручных средств. И вот сейчас я дополнил её вот этим упором, который зажал между двумя гаечками здесь. И практически достаточно подвинуть на нужное расстояние. Ну вот, допустим, я скажу, что это будет шесть. Теперь мы возьмём вот эту треугольную колбаску. Если можно так назвать, сначала отрежем ровненько. Давайте. И таким образом у нас. В очень короткое время появится куча таких зубчиков, которые мы потом закрепим на банке. Как я сейчас покажу. Ну, тут вы, как, наверное, уже догадались, большого секрета нет. Я просто приклеил вверху такую полоску полимерной глины тоненькую с помощью геля. И потом, опять же, намазав здесь гелем, начал аккуратненько ставить эти элементы. То есть, тут просто ничего, кроме усидчивости и терпения, никакого секрета нет. Ну, и в итоге вот получается такая штука, которую нужно запечь. Ну, вот так выглядит наша банка. Тем временем на улице уже свело. Время 9 часов. И прикрепив нашу ленточку с кучем для удобства, мы сможем при помощи маркера разметить те места, где у нас будут проходить окошки. И теперь осталось в этих местах, в углах просверлить и прорезать. Ну, кто-то может воспользоваться ножом, я воспользуюсь, у меня есть так называемый дремель, по-русски. После того, как дырки просверлены, вы можете просто воспользоваться, если у вас есть крепкий нож, и прорезать по этим линиям. А потом, что сложнее, это уже вот здесь. Но, тем не менее, это все возможно. Я все-таки воспользуюсь своим дремелем, потому что у меня есть, мне это будет проще. Но, на крайний случай, вот я говорю, ножом. Ну, вот окошки готовы. Теперь приступим к следующему оформлению. Первым делом проложим здесь кольца из полимерной глины. Оставим ряд вот этих выпуклостей. Здесь это будет декоративный элемент у нас. А здесь по всей окружности кольца и запечем. Потом на них уже будем ставить наши декоративные элементы, какие нам придут в голову. Вырежем пару длинных полосок. И обклеим здесь. Обрежем лишнее. И соединим. У окон мы можем загнуть вот так, чтобы выглядело аккуратненько. И то же самое сделаем поверху и запечем. Итак, после того, как мы сделали еще поперечные вот здесь полосочки, тем самым оформили до конца нашу заготовку, мы можем приступать к украшениям. То есть, это то, что я называю узорами стимпанковскими. Они состоят в основном из шестерень, проводов, каких-то патрубков и так далее. Я воспользуюсь вот этими шаблонами. К сожалению, я являюсь не только в Германии, но и в России единственным, кто такой набор имеет. Потому что я вначале их создал в 3D-программе, а потом распечатал на 3D-принтере. И вот, мне, конечно, это облегчит задачу. Ну, а вам придется воспользоваться способом, который я несколько раз показывал по изготовлению шестерен. Посмотрите в видео для новичков, там об этом есть подробно. То есть, вот это место я хочу украсить как бы каким-то механизмом. Я не знаю. Дело в том, что у меня он только в голове, скажем так. И я буду идти по наитию. Поэтому я сейчас сделаю следующее. Я буду снимать это все, но ускорю видео, потому что это будет длинно и скучно, наверное, смотреть. Но, во всяком случае, при ускоренной перемотке вы можете это все увидеть воочию. Вначале я смажу поверхность гелем, на которую впоследствии буду лепить этот узор из шестеренок. Не надо забывать, что здесь встанут у нас еще лампы. Поэтому это с этим местом надо аккуратнее, чтобы не переборщить. Для начала из пласта глины полимерной я наделаю много таких заготовочек. Я осознанно делаю их сырыми, чтобы они очень хорошо шли по поверхности. Ну, а потом начну уже соединять их с помощью клея, с помощью различных дополнительных механизмов. Ну, и вот теперь, когда у нас небольшое количество уже есть, мы можем начать делать этот самый механизм. Так как у нас поверхность не очень широкая, то я пользуюсь тем, что разрезаю на две части и таким образом добиваюсь следующего. Потом уже на месте я могу наделать здесь различных отверстий. Но, поймите меня правильно, что просто наклеить кучу шестеренок это не значит сделать стимпанк. То есть, тут все-таки оно должно быть немножко осмыслено. И вот эту осмысленность мы придадим с вами вторым слоем. То есть, мы начнем это все соединять таким образом, чтобы получился действительно как будто бы механизм. Ну, а пока я отключу и продолжу здесь до второго ряда. Ну, вот первый слой у нас механизма готов. Теперь пора пришла придать ему осмысленность. То есть, я проведу здесь кусочки проводов, трубопроводов и так далее. А потом по верху мы с вами еще пройдем. Но я остановлюсь на этом более подробно. Вот из экструдера я добыл такую колбаску. И сейчас начну с помощью геля в местах, где я считаю это нужным. Так как я автор, то никто указать не может, как действовать и как часто. Ну, я скажу вам, в принципе, я буду стараться так делать. Допустим, вот провод провел и, да, на окраине, чтобы он прошел, как бы, вот, к примеру, до отсюда. До сюда. Здесь перед самой шестерней я могу его обрезать. и уже продолжить дальше, где-то сверху, допустим, да. Таким образом, я создаю иллюзию, конечно, но я скажу вам так, что стимпанк сам по себе большая бутафория, и поэтому, если мы делаем бутафорию, то к этому надо так и относиться. Но бутафория должна быть хорошей. Смотрите, я всяко-разно изгибаю здесь это дело, подгоняю. Где не подходит, там силы. Поэтому я и запекаю постоянно время от времени, как бы я запекаю, чтобы мне можно было легко работать. Потому как если все это будет сырое, то усложнится создание вот таких, допустим, трубопроводов, потому что будет сминаться все остальное. И это очень трудно удержать под контролем, когда у тебя круглая банка, когда у тебя крутится все здесь. вот таким образом мы с вами создали еще один слой. Заполним места, где нам подсказывает интуиция, чтобы не было у нас больших пробелов. Ну, и вот здесь может быть на парочку маленьких кусочков, проводочков. отгадайте, что я следующее сделаю. Правильно. Я отправлю это в печку. Вот хорошее объяснение. Видите этот объем? Почему? Потому что внутри находятся шестерни, сверху находятся сами крепежи. И вот именно вот эту систему мы с вами и проимитируем. мне подсказывает такая моя интуиция, что именно тогда мы получим объемную, красивый, достоверный механизм. Ну, как это может быть с глиной, конечно. Поэтому вот из этих как бы сапожков, различных кружочков и так далее, я буду сейчас создавать вот что-то типа этого. Для чего мне потребуется лист раскатанной глины? Ну, я могу начать с того, что взять вот квадратик, допустим, да? В нем сделать какие-то вырезы вот такие. Потом может быть пара вот таких. внутри мы можем делать так называемые смотровые окна, через которые это все будет видно. И вот таким образом, смотрите, я создам сейчас ширину, уберу смажу гелем, сниму аккуратно, и здесь поставлю. Видите, сквозь эти отверстия начинают просматриваться механизмы. И таким образом, используя различные возможности моих печенюшечных форм, я могу наделать и различные также вещи, которые здесь будут это дело закрывать. Надеюсь, это понятно. Ну, я сам это сейчас буду делать тоже, как я сказал, по наитию, поэтому мы вернемся с вами уже тогда, когда это будет готово, потому что это займет очень много времени, если я буду так это рассматривать, думать, а потом только вам показывать. Окей? После того, как я это сделал, я еще немножко сделаю переходные мосты между ними, скрепляющие, и наделаю заклепочек квадратных. после того, как мы создали вот такой солидный трехмерный механизм, мы можем это в печечку отправить. трехмерный механизм, лап после того, как мы создали вот такой трехмерный механизм, с всякими шестеренками, с переходами, с квадратными болтами. Теперь мы можем это все дело запечь. Я еще к следующему видео подумаю о том, как привнести сюда вегетарианский какой-то еще дух. Может быть, вот здесь украсим каким-нибудь узором. И потом, соединив все проводами, покрасив, у нас лампа будет готова. Ну, это уже в следующей серии. А пока фирма Петерсон и я, Эдвард Петер, прощаемся с вами. До новых встреч. Пока. И теперь в нужных мне местах, там, где идут соединения, я поставлю эти заклепочки, чтобы выглядел по-настоящему заклепанным все. Ну, конечно, где это нужно. После того, как мы создали вот такой трехмерный механизм с всякими шестеренками, с переходами, с квадратными болтами. Теперь мы можем это все дело запечь. Я еще к следующему видео подумаю о том, как привнести сюда, может быть, вот здесь украсим каким-нибудь узором. И потом, соединив все проводами, покрасив, у нас лампа будет готова. Ну, это уже в следующей серии. А пока фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, прощаемся с вами. До новых встреч. Пока.